Праздник Великого Святого Мучника и Целителя Пантелеймона, Святой, который дарит нам здоровье, если мы у Бога попросим его. И дарует в каких случаях? А в тех случаях, когда мы понимаем, что я сам разрушил свое здоровье своими грехами, так, я это с ускорением воспринимаю, понимаю, что я получил по заслугам и не рабшу на Бога, так, и там судьбу не рабшу, не обижаюсь, в уныние, в отчаяние впадаю, раскаиваюсь и прошу у Бога исцеления. Тогда Господь помогает, тогда Господь помогает, моим Толковым Викторовичем помогает. А сейчас наша гордыня, наше самомнение, самонадеянность, самоуверенность, настолько у нас возобладали, что как только мы что-нибудь натворим, здоровье разрушим, например, или по своему же сложному характеру, каким-то проблемам создадим себе, так сразу что в уныние, в отчаяние, впадая в тоску, в депрессию, какой-нибудь ропот на судьбу начинается, а еще как уже на Бога бывает, обиды возникают, и такие вещи уже чем дальше, тем чаще приходится сталкиваться, а нету подумать, что я сам это натворил, я сам эту ситуацию создал, у меня вот такие-такие-такие грехи, у меня характер такой-такой-такой несносный, поэтому со мной никто не уживается, потом со мной все ссорятся, скандальятся, на меня все обижаются, со мной ругаются, то есть я уже своим существованием раздражаю, потому что характер тяжелый, строптивый, насырный, упрямый, самолюбий и так далее, так, это мы понимать не хотим, вот вы все вокруг плохие, а я хороший, это каждый так может думать, то есть я вам подсказываю такую идею, а на самом деле человек должен понимать, что если у меня какие-то конфликты с людьми, значит, в первую очередь, я такой, я что-то неправильно веду себя, неправильно говорю, неправильно, бывает, мы правильно говорим, что самое удивительное, правильно говорим, но с каким состоянием души, вот что главное, то есть когда у нас нет в душе кротости, смирения, любви к ближнему, наши любые правильные слова будут неправильными, когда у нас вместо кротости, любви, смирения у нас я, я, короче я, так, любые наши правильные слова будут, кроме отвращения, ничего не будут вызывать, споры, споры, скандалы, точно так же со здоровьем, когда человек не борется с своими грехами, когда человек не борется с своими страстями, когда человек не подавляет плохое в себе, когда он свое я не подавляет, болезни у нас возникают, и чем дальше, тем больше, и что интересно опять, вместо того, чтобы понять, что тут моя вина, тут мой грех, мы осаждаем в аптеке, осаждаем в больнице, так далее, лечиться надо, кто это не отрицает, но, ведь лечение когда хорошо, когда мы душу свою исцеляем, и тело, душу мы не собираемся, мы надеемся с помощью телесного лечения, чтобы все было хорошо, а без духовного исцеления не будет толку, да, врачи могут вылечить многие болезни, но, если душа у нас чуть порчена, они опять не появятся, а вот, чтобы душу исцелить, это вот надо на эту тему потрудиться, а вот этого мы не хотим, нам проще купил таблетку и успокоился, так вот, святой Пантелеймон, он молится, когда мы к ним обращаемся, молится к Богу, чтобы Господь простил наши грехи, если мы сами в грехах не каемся, если мы сами, если каемся, то плохо исправляемся, будет ли святой Пантелеймон у Бога просить, об исцелении нашем, и если будет просить, то Бог будет ли исцелять, если мы не раскаиваемся, если мы не хотим осознавать, если мы не хотим со смирением воспринимать то, что я болею от этого, или хотя бы просто от твоих грехов болеть, я от много грехов, поэтому у меня есть такие-таки болезни, это мы понимать не желаем, а здоровым быть желаем, поэтому, так или иначе, сейчас эта тема у всех, в общем-то, в той же степени больная, сейчас все о здоровье думают и говорят, все об нем беспокоятся, ну большинство, ну большинство, мы должны вспомнить, о чему церковь учит, о том, что наши болезни, это плоды наших грехов, поэтому мы должны, во-первых, понимать, что я по заслугам несу наказание, а может быть даже меньше наказан, чем нагрешил, потому что милость Божия и здесь присутствует, нас Господь намного меньше наказывает, чем мы заслуживаем, потому что мы настолько у нас грехов, что он не выдержит наказание, если он наказывает по всей полноте. То есть у нас Господь милует в этой жизни, наказывает, но меньше чем заслуживает, чтобы этот понимать, чтобы по своим грехам я наказывал, чтобы осознать это, чтобы раскаяться чтобы исправляться тогда у нас будет и до тех пор пока у нас не будет этого состояния души а чтобы исправляться и понимать это осознать это надо именно свое явное что что мы считаем правильными хорошими в большей части своей так что есть там по мелочи а вот а у меня столько грехов у меня характер такой сложен пара такой неужинчивый тяжелый и если человек себе этого не видит что он на самом деле очень тяжелый грех гордыни чем характер его в себе не видно упрямь торопливость а их себе не видно чем их больше тем их хуже видно и когда у человека его почти нет он ему скажет сразу поэтому смысл нашей не только жизни а вот применительно к исцелительным пантелеймонам мы должны понимать что до тех пор пока мы не начнем изменять свои души а это требует некого усилия в воле то никаких перемен здоровья у нас не будет и наоборот если мы продолжаем волю работаем над собой заставляем себя не обижаться не злиться не раздражаться в этом умных словах не сказать когда сильно хочется тогда у нас будет изменение и здоровье аминь